Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешным. Это вот письмо написано Завидеев Эдуард Олегович, АЯС-141, город Москва, 125-047. Такой адрес. Я думаю, кто это такой? Проповедь Ярна Николаевича Пести. О нем пишут. Но я подумал, что не все знают, как у меня было с ним дело-то. Я отвечал за его проповедью. Меня судили когда в 86-м году, и в обвинении это у меня стояло. И сейчас мы прочитаем об этом. Я говорю, что в моих книгах, 38 книг, имя Ярна Пести упоминается 89 раз. Здесь постараюсь показать только 16 мест подобных, чтобы было видно, в каком плане я упоминаю этого человека. Ну и дальше читай. Идет беззаконное судилище на каторгу в Краевом суде Алтайского края. Июль-Август 1986 год. Отрывки, где упоминается имя Ярна Пести. На доме суд был. Меня судили. И в это время следствие, что в суде было. Дальше. Лапкин. Теперь по Ярну Пести. Книг нет, но понятно, судья перебивает. Есть пленки. Лапкин. Знаете, я пару раз пару слов в конце скажу вам. Потому что, помните, воины прибежали, у них еще руки от страха тряслись. Продали свое и детей. Спасение навеки. Судья. Лапкин. 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 Я сейчас хотел о Ярне Пести сказать. Ведь по Ярне Пести книг нет. И только Ярне Пести слушает 136 часов. Как я говорю, могли не протушить-то? Они на два дня брали-то. На два дня. В двух днях только 48 часов, после бы они не спали. Но явное дело, что они их не слушали, пленки-то. Итак, как говорят эксперты тьмы. Эксперты тьмы или... А, эксперты. Мы слушали. В одном месте, в другом. Игнатий говорит здесь о прослушивании пленок в закрытом заседании суда. То есть, людей всех выпрали, чтобы они не слышали голос Ярне Пести. Меня судья спрашивает. Ну, в общем, дальше. Такое? Да, такое. Потому что я знаю, 136 часов слушать, не смотреть, как вы говорите. Мы просматривали с Надеждой Ивановной. Это два эксперта были, кандидаты наук. Мы просматривали с Надеждой Ивановной, а им деньги платили. Пленки не смотреть надо, их слушать надо. Нагорного. Пытаются перебить. Это как раз одна из тех, которые экспертами были. Лапкин, я прошу вас выслушать вопрос, конкретно ставлю. Чтобы вы из Ярла Пести нашли такие выражения, которые назывались бы не так. Допустим, вот из Тамбова написано, что этот центр там шпионский. Вы тут говорите, я готов сам себя уже расстрелять. Вы не центр называете, не котел, где варилось что-то, а конкретно пищу. А то он работает в том центре, сбор политической информации. То есть Ярла Пести где-то работает, он сбор информации. Меня судят не за информацию, а за распространение ложных сведений, порочных общественных и государственных строя Советского Союза. Я этого ничего не знаю. Я проповеди беру в чистом виде, как они есть. А какое знамя на них, звезда шестиконечная или свастика, мне это, судья. Вопрос в связи с работой Ярла Пести. Какой будет, Лапкин? То же самое, что относится ко мне, к обвинению, что я распространяю заведомо ложное измышление. Содержат ли они это? То есть пленок предоставлено 15. Судья... Судья, точки стоят, означает, меня перебивают здесь. Они не дают, там точки стоят, он не дает досказать. И я не могу даже задать им... Они пришли, через два дня дали им пленки, через два дня приходят, суд начинается. Ну, 136 часов одного Ярла Пести. Как они могли высушить 136 часов-то? Ну, маленько прокрутили, но там как раз может быть то, что нужно. Дальше. Судья перебивает, диктует секретарше. Если содержатся, то какие, Лапкин, какая дорожка, какое место, чтобы мы могли прослушать. И желательно, если можно, чтобы люди это услышали. И теперь, выслушать всю пленку, пленку, а не так, чтобы вы взяли в одном месте. И, например, назвал свой адрес автор. Стокгольм. А, Стокгольм не наше. Стокгольм не наше. Под топор. Чтобы так не было. Нагорного, эксперт. Нет. Лапкин перебивает. Но, однако, так. В нашем заключении пока ничего не было, кроме того, что радиостанция не нашинская. Больше ничего нету. Нет у нее ничего, я говорю. Нету. Это 136 часов. Они мне антисоветщину приписывают. Где? Судья, вы так увлекаетесь собой, только сами себя и слушаете. А перебивает меня все время. Это Владимир Александрович... Я сейчас помню. Он сейчас в третейском суде. Да. Дальше. Лапки нет. Но я же расстаюсь с человеком. Больше я с ней не буду. То есть эксперты уйдут, они больше сюда не придут, и я больше их не увижу. Мне надо сейчас с ними дело-то закончить, видеть-то. Судья перебивает. Погодите минутку. Вы не слушаете никого, кроме самого себя. Мы пригласили специалистов, чтобы поставить вопрос перед судом. Пожалуйста. Поставили. По Рогозинским работам. Содержится ли конкретно и в чем выражается? По Ярлупейсте то же самое. Лапкин. Что относится к преступлению, а не то, что с атеизмом. Там написано. Мы не согласились. Ах, так? Атеизм наша государственная религия. Значит, судья перебивает. Поставили задачу перед экспертами. Кто это говорит? Сидели на магнитофон, записывали. Потом отослали в Францию, русское слово. Там напечатали. И пришла газета. Я не знаю, один номер или нет. Я один только видел номер. И там написано. Здесь правду говорить нельзя. Якобли говорит. А это судья у меня был, который называет Макаров его фамилия. Вот вспомнил сейчас его. Макаров. Хороший. Боязливый такой. Я как... Он ко мне после приезжал сюда, книги у меня покупал. Судья Краевой. Вы, наверное, наших детей проклинали. Я говорю, чего ради? Это мы, наоборот, молились. И он тогда берет, открывает мое дело. А там, ну, допустим, открыли у меня кровать там. Ну, под одеялом лежат пленки. И написано тайник. Ну, какой же, говорит, тайник-то? Сам над собой смеется. Я говорю, ну, это вы делали. Ну, рядом коробка лежит, чтобы по размеру коробки определить, какая пленка, какой величины. Ну, гнали-то. Вам уже задание дано было. Вы должны были осудить. Я об этом и говорю. Бесполезно перебить дальше. Судья перебивает. Поставили задачи перед экспертами? Лапкин. Да. Чтобы так звучало. Судья. Еще какую? Лапкин. О произведениях отца Дмитрия Дудко. Не смотреть, а слушать я прошу. Проповеди Дудко. О проповеди там четыре пленки. Чтобы также было указано пленка, дорожка и о чем. Пленка одна, восемь часов двадцать минут. Восемь и четыре, тридцать два, да еще четыре там подадут. Тридцать три часа. Как они могут их в оденье высушить-то? Как? Ну, ясное дело, что это не книгу перелистать. Приговор. Однако Лапкин по существу ввел в заплуждение правоохранительные органы. Это я все беру, как у них там записано было. Освободившись из-под стражи 10 октября 1980 года, он продолжил свою преступную деятельность. Это я преступник, но я считал там Златоусту. Все. Начав в 1978 году по 1984 год, периодически производил перезапись магнитных лент произведения Ярлопейсти, руководителя зарубежного центра радиовещания на СССР. Магнитные записи в этот период Лапкин растиражировал и распространил Долгову. Осенью 1981 года Лапкин начитал на магнитную ленту произведение Льва Регельсона. Трагедия русской церкви 1917-1945 годы. Патриарха допрашивали, как убивали, расстреливали, не Осипа Петроградского. В течение 1981 года растиражировал записи и распространил по одному экземпляру. На трех катушках каждый Фасту и Глушенко. Неполные экземпляры передал Речкунову два, Шевченко один. Мы это только рядом, которые знали. Остальное это ушло не сотня, а можно сказать, как пишут тысячи. Ну, одна пленка. То у них в руках-то ничего не было, люди-то им не дали, и все. 11 марта 1983 года Лапкин начитал на магнитную ленту произведение неизвестного автора «20-й век крестьянства». Ну, он у меня на сайте сейчас стоит. То есть в 20-м веке коммунисты сколько убили священников. Подряд всех, всех перечисляется, и какие они были. В 1983-85 годах растиражировал и распространил по одному экземпляру Петеримовой, Устинову, Матузовой, Глушенко, Фасту два экземпляра, Долгову три, Баклановой и Шитиковой передал неполные экземпляры. Далее из показаний подсудимого Лапкина следует также, что он был осведомлен о том, что распространяемое им произведение не имеет официального издания в нашей стране. О проповеди ярлопейсти прослушивались лично Лапкиным и по прямой трансляции из-за рубежа. Прямо слушал, по РД-приемнику. Он размножил нелегально изданные так называемым Советом Церквей евангельских христиан-баптиста произведения Рогозина «20-й век христианства», неизвестного автора и другие работы, в которых содержится ложное измышление о государственном и общественном строе СССР. А сейчас увидите, в чем ложное. А по магнитной дорожке он пошел по стопам еще одного западного ловца душ, руководителя зарубежного центра радиовещания на СССР Ярлопейсте. Этот, с позволения сказать проповедник, наряду с пропагандой религиозных взглядов по поручению антисоветского центра «Славянская миссия» клевещет на советское государство и призывает к отказу от активного участия в строительстве социализма. Ну как, он говорит, что верьте во Христа, посвятите Богу, а вот это уже не получится из-за коммунистов. Его Игнатий Тихонович с особым усердием будет рекламировать. Даша, Краевая газета «Алтайская правда» пишет. «Зачем же вам петь чужого голоса?» поинтересовались у Лапкина. А мне все равно. Звезда или свастика заявил Златоуст со второй строительной на суде. Неважно, из какого котла. Главное, какая пища в нем варится. Ах, уж это духовная всеядность! Если бы знали духовные дети отца Игнатия, какая под религиозным соусом под час заваривается каша, то лучше бы им, пожалуй, и попаститься. Например, Златоуст Лапкин составил и нашептал микрофон-трактат о мрачной жизни верующих, который по сей день якобы подвергается всяческим гонениям. Вот по какому рецепту она готовилась. Разъедающий уксус из произведений Солженицына. Ядовитая приправа протоколов сионских мудрецов. Слова-то какие! Это пишет Титов Виктор Иосифович. А когда я вернулся, мы с ним встретились. Его жена там что-то болела с дочерью. Поехали в Потеряевку, на Березовку. И потом мы решили так, сейчас, и главный редактор была, Ольга Николаевна Шевчук, она согласилась. Теперь мы как не противники, теперь Златоуста открыто все уже, и напечатать. Договорили все как есть. Он умер. Здоровая дылда такая была. Весь суд сидел. И потом суд закончился уже. У меня уже приговор. Подошел, я сижу в стаканчике. Еще больше ничего нету? Я говорю, нету. Интересно. Я ждал там, что-то вы сделали там. Я говорю, а зачем же не пустили молву-то? Когда меня судили, а людей-то некоторых не допускали. А милиционер стоял и говорит, это за изнасилование малолетних. А Надежда Васильевна услышала, она как подняла грай, там судья сразу там приняли меры, милиционеры там это, да нет, а то он так сказал, это не к вам относится. Я говорю, это уже неправда. А милиционера послали по нашей улице, и он ходил по дворам, говорит, и говорил. Вот тут, я слышу, тут вроде ропот такой идет, что Лапкина взяли ни за что. За что? У него в 68-й школе в подвале нашли радиостанцию. Он японский шпион. Он передавал сведения, а кем мог передавать? Пищи делал. Прямо ходил. Это мне говорит судья. Дальше. Желчная горчица из письма патриарха Тихона. Это желчная горчица, как он может сказать. Объявившего крестовый поход против Великой Октябрьской социалистической революции. Он как раз и не объявил, не дал согласия. Прогол. Это у меня его послание о советской власти, предание анафеме. Я его издал. Прогол Клайделей священника Дмитрия Дудко, неоднократно привлекавшегося в уголовные ответственности за антисоветскую деятельность. А нет было антисоветской, никакой. Отрывочные, отрывочные, тенденционно подобранные, для объективности, в кавычках, куски из публикации в нашей печати. Главное, из публикации в нашей печати, из советской. Я создал там Толстого беру, Некрасова, стихотворение, тенденциозно. Ну-ка, я же не подряд тенденциозно, да? И, наконец, подстрекательский, антисатанинский, кавычках, комментарий самого Игнатия Тихоновича Лапкина, которым он ловко подогревал все это псевдорелигиозное варево. Для чего? Лапкин из-под воль подстрекает верующих не соглашаться с нашим, с советским образом жизни. Вина какая? Ибо власть России, в кавычках, по Лапкину, не способствует воспитанию богобоязненного поколения. А я что, где говорил? Прокурор существует для освобождения преступников. Атеизм – цепной пес. А материалисты и атеисты – ничто иное, как сатанинское сборище. Вот как. Это моя биография. Именно на этой идейной платформе выражаются чувства отцу Игнатию некоторые верующие. Видимо, не случайно в зале суда были представители протестантов – акулов, богомячков и другие. Богомячков. Богомячков. Органами прокуратуры им уже выносилось официальное предостережение за нарушение законодательства о культах. Где-то они там собирались молиться. А то, что же мы видим сейчас? Что же мы видим? Златоуст Лапкин выдает себя за представителя православия. Акулов и богомячков, баптисты, раскольники. По своим догматам они исповедуют разные религии. Выступают идейными противниками по отношению друг к другу. Позволительно спросить, что же на этот раз их объединило? Спаси нас, Иисусе, от ложных учений. Спаси от ненужных забот, восклицает отец Игнатий. Это у меня стихотворение. Мое стихотворение. Две строчки взяли. Спаси и сохрани от посещения клуба, ибо он представляется Лапкину жуткой дырой аж до преисподней. Дальше. Отврати Лика от киноэкрана, ибо он по Лапкину холстина из савана. Из савана. Ну и савана. Савана-то материя для покойника. Савана. А савана-то пустыня где-то. Ты совсем меня куда загнал-то? Чего ж ты так это? Холстина из савана. В медицине тоже обращаться опасно. Что же делать бедному христианину? Куда податься? Казалось бы, по его логике, в божий храм. Ну и там не очень-то он понравится, Златоусту, со второй строительной. Это улица, где я жил. И там он находит материал для гневных хулений. Кавычки открыты. Двадцатка сбилась у алтаря. Это руководящий орган. А около двери в храме и притворе пьяные, нищие, матерщины и драки. Ну, я что плохо-то сказал-то? Я бомбью за чистоту. А ответ Лапкина и журналисту газеты. Это журналисты газеты. И лгали эксперты, и лгал следователей, лгал суд, лгал газетчик, лгали до усталости, до умопомращения. А я все твердил, заклинал именем Христа. Покажите мне в трудах Рогозина, Ярлопейсте, то, что подсудно по статье 191. Ложное измышление, порочащее общественный и государственный строй. Это вот так статья, так говорится. Ложное. То есть я знаю, что ложное и распространяю. Я говорю, да я верю в это, что советская власть это поганая власть. Убийственная власть. Я в это верю. Нет, Лапкин знает, что это хорошая власть, а распространял, что плохое, чтобы под статью подогнать. Если я верил и говорил, то судить меня не за что. А это измышление. То есть я выдумал, за это следует судить. Я говорю, я верю в это. Дальше. Следователи из суд опирались на показания экспертов, двух кандидатов, доцентов тучных. Жующих даже в зале суда жвачку, как тучные египетские коровы в тростнике. Они лениво бросили. Так там говорится, что женщина воскресла. Они услышали, это вину поставили. А Клавдию и Стяжанина. Как будто и они не воскреснут, чтобы ответить за лжеэкспертизу. 20-й век христианства, это наш мартиролог, список наших умученных пастырей. Об этом писала советская пресса. Знает весь цивилизованный мир. А мне это в обвинении. Я сказал на суде, вы их священников расстреляли. Ваши отцы-убийцы убили наших отцов. И теперь за то, что мы дети расстрелянных, помнив своих родителей, не требуя возмездия. Вы же, духовные дети своих родителей-убийц, готовы убить нас. И нас. И нас. А своим отцам-убийцам строите памятники. Вот я на суде как себя вел. Никто не забыт, ничто не забыто. Мы хотим подражать нашим отцам. Мы идем по трубам ГУЛАГа. Кровь отцов наших страшит врагов, так же, как при распятии Христа, убивая его. Евреи прокрещали Пилату, кровь Христа на нас и на детях наших. Но когда зазвучала огненная проповедь о Христе, его жертве, крови, тогда жиды бросились душить апостолов. Прекратите говорить о смерти и воскресении Христа. Вы хотите навести на нас кровь того человека. Это мои слова. Яр пести, клевещет на советское государство. Ответ. Проповеди всемирно известного проповедника, лучшего из лучших, духовного наставника Ярла, были представлены в обвинении на 15 кассетах, то есть на 136 часов звучания благовестия. Эксперты, затребованные мной для переэкспертизы, О! Они отдали бы, быть может, назад те 251 рубль, которые заплатили им за лжеэкспертизу. Я точно все это узнал. Только бы найти в 136 часах хотя бы 30 слов в подтверждение своей клеветы на проповеди Ярла. И не нашли даже слова, ни единого. И хотя при переэкспертизе на суде включали кассеты с записью трудов Рогозина, но труды проповеди Ярла Пести даже не включили. Хотя я о том просил, умолял, но судья безмолвно смотрел на меня, ни звука. Прокурор насупился, опустил глаза. Чем-то похож на Брежнева, Мордовин, Яков Иванович. Я говорю, и вижу, что он сидит на меня. Я говорю, Яков Иванович, ну не сердитесь, но все равно меня вы осудите. Ну смотрите на меня, как Ленин на буржуразию. Я говорю, иду сейчас по этапам ГУЛАГа, а вы домой пойдете спать. Я еще не вернулся из заключения, он уже умер. Следователь умер. И подумал я радостно, слава Богу, все же где-то там, под толстым слоем казенщины и равнодушия к судьбе моей и ко всему, кроме своего грешного оклада, есть где-то, видимо, и чувство стыда, хотя бы в эмбриональном зачатии. Я еще раз прошу, поставьте Ярла, найдите подтверждение неинкримируемого. Повисло в пустом зале специально для прослушивания катушек, три дня шел закрытый суд, зловещая тишина. И снова я почувствовал волну ненависти от коллегии. Непозорь на, замолчи, где же мы возьмем, если такого на пленках нет? И я сказал прокурору Мордовину, не злитесь на меня, брат прокурор, ну осуди меня, раз уж так надо. Брат прокурор. Я отсижу, но чтобы потом, встретившись, вы не злились на меня. Прокурор умер до моего возвращения из концентрационного лагеря в городе Жанатас, Джабульской области, Казахской ССР. Следователь умер в средних летах. Курят Владимир Кузьмич. Итак, и так как в проповедях Ярлопестия не нашли ни одного предложения с упоминанием о СССР, а в вину эти труды крайне необходимо было поставить, то Титов, журналист, слышал и видел, как начали эксперты краснеть и изворачиваться, лишившись бойкой трескотни. Ну, это самое, значит, и начали говорить об Израиле, о потустороннем мире. Я же еще раз напомнил. Вы меня судите по статье 190 Прим. Это уголовный кодекса. А не за пророчество об Израиле. Смех и грех. Вот в этом, в 86-м году, отличается от 37-го. Тогда в один день суд свернули бы, свернув жареному цыпленку голову. И оказалось, что речь свели к радиостанции к славянской миссии, а не к содержанию проповеди Ярлоп... Вот тут тогда я и поставил про то, что главное не котел, а главное то, что в котле варится. Титов же назвал это варевом, всеядностью. Нет, господин Титов, это в действиях суда и в вашем фильетоне варива лжи. Мерзкая кухня. Фабрикация насилия. Сераков, 24. Что пожелание евнуха растли девицу, то производящий суд с натяжкою. С первых дней после моего обращения ко Христу в 62-м году, 27-го сентября, в 17.00 в городе Венспилс, Латвийской ССР, в доме пятидесятников по улице Карла Розенберга, 18.04, услышал по радио и передаче. И более всего мне понравился Ярл Пести. Огонь, ревность, сила убежденности, все мне подходило. Находясь тогда на корабле, знал почти до одного часа, когда за меня молились. Как добывали катушки-пленки для записи проповедей? Дальше у меня все там написано. Директор сама идет на склад и отдает три ящика. С прилавка снимаем все, делаем заказы. Снова на колеса и в другой район. Там пошли на обмен. Дали продавцам проповеди Ярла Пести. И тогда нам отпустили все, что было ящиков пять. А разрешалось на руки продавать только две катушки. А мы были в ящике, сто катушек. Вот двое, надо понимать было, коробки такие. Ну полностью загруженные машины шли. Шли из Эстонии. Откуда только не шли машины сюда? Рефрижераторами. Уже что-то. В день наматываем до 600 километров и более. Оплачиваю затраты всего за своего кармана. Всегда. Всегда из своего кармана. Общая продолжительность конфискованных у меня двух часов... Духовного содержания плюнок составляла 2500 часов. Копирование шло на 11 компьютерах на скорости 17 сантиметров в секунду. Сразу на двух дорожках в одном направлении. Четырехдорожечный магнитофон и маяк 205 стоимостью тогда по 230 рублей. При моем окладе в 72 рубля в месяц. Прослушивать же на скорости 4,7 сантиметра в секунду. Пленка длиной 375 метров. Продолжительность прослушивания 8 часов и 20 минут. Начитал полностью творение святого Иоанна Златоуста. 12 томов жития святых. 12 томов добротолюбия. 12 томов, а куда относятся? Да не к братолюбию. Ага. Прям перепрыгиваешь и все наоборот. Иоанна Златоуста 12 томов. Жития святых 12 томов. Добротолюбия 5 томов. И много из святоотеческой литературы. Ярлопейсти, Рогозина, Павла, мировая поэзия, архипелаг, гулаг, о масонстве и иное. То есть, видите, которые вот эти вопросы мы прочитали. Это я выбрал немного только что, но для меня он, я где-то не нашел. А как же это так-то здесь? Ярлопейсти. О, да как же так. Не знаю. Так ну-ка, ну вот отсюда, зачитай. Вопрос 1457 том 5 открытым оком. Есть ли что у баптистов полезное в их книгах? Что может быть и нами взято на вооружение православными? Есть ли их авторы, которым вы хотели бы выразить свою признательность? Не было в прошлый раз этого. Дальше. Ответ. Это, конечно же, их радиопроповедник Ярл Николаевич Пести, с которым я даже переписывался. Очень много распространял его магнитофонные записи. Общая продолжительность звучания его проповеди у меня было 136 часов. Это прямо со студии, чистые проповеди. И это мне поставлено было в обвинительном заключении на суде в июле 1986 года. После этого еще добавил около 50 часов. Недавно распространял две аудиокассеты со свидетельством их исповедника Бойко. Николаю Евграфовичу. Вот мое письмо к нему. 65.013 Украина, город Одесса. Пересыпь. 1-й, 1-й майский, переулок 14. Дорогому Николаю Евграфовичу Бойко от православных христиан города Барнаула, крестовозвиженской общины. Наш брат Игорь работает на стройке вместе с баптистом Сашей из отделенных. И это дал ему две кассеты о вас. Ваши свидетельства, записанные в Германии 6.01.02 года, мы его растиражировали и уже послали и в другие места. И все благодарят Богу за ваше мужество. Ваша любовь к Богу, к Слову Божию, вызывает у нас благодарность Богу. Наша община православная. Но она необычна в том смысле, что у нас во всем на первом месте стоит любовь ко Христу, к Библии. У нас идут занятия по изучению Слова Божия в университете. И все члены в нашей общине пришли ко Христу сознательно. Крещение только в полное троекратное погружение. Подготовка к крещению у нас идет около трех лет. Это почти 500 часов занятий. Это больше, 4,5 года. Когда человек может дать точное исповедание своей веры и дать обещание Богу служить ему верно. В одном месте вы говорите, отвечая на совет кагабиста, идти в православную церковь, что вам там делать нечего. И мы с этим полностью согласны. Ибо то, что люди видят там, в храмах, не находят почти никакого подтверждения в Слове Божием. Как говорил церковный историк Краснов Левитин, отсидевший 6 сроков, что государство болеет корыстью и трусостью. Трусостью и корыстью. Ты трижды больна этим, православная церковь. Но вне церкви нет спасения. Церковь же создал Христос, но не Лютер, не Джон Смит, не Елена Уайт. Должно быть законно рукоположенное пастырство, похеротонии, непрерывная связь, имеющая с апостолами, со Христом. В протестантизме в сектах этого никогда не было, и потому таинства там быть никак не может. Числа 16 глава, 1 Коринфянам 10, 6, 11, Титу 1, 5, Деяния 14, 23, Иоанна 20, 21. Мы приглашаем вас в гости. Нам так хочется побыть с вами и насладиться общением, поделиться теми дарами, которыми наградил нас Господь. Мы с нуля строим уже 11 лет православную деревню, где может поселиться только тот, кто верит во Христа, не лжет, не пьет, не ворует, не курит, не матерится. Это за 150 километров от Барнаула. Там же у нас есть православный лагерь Стан для детей верующих. Вот уже 29 лет. Есть церковь, школа, электричество, телефон. Мы принадлежим не к московской патриархии, но к русской православной церкви, которая оказалась в эмиграции, в среду которой, как считают, не проникали агенты КГБ, где стремятся соблюдать каноны церкви. У нас есть люди, кто сидел в прошлые годы по тюрьмам. Ваше свидетельство побуждает ревновать о мужестве, о верности Христу, чтобы до конца быть верным Спасителю Христу. Только вчера местный архиерей Максим Дмитриев сорвал крест и запретил в служении с одного из наших близких знакомых, священника отца Павла, за то, что он стал стремиться к организации общин на евангельской основе. Убрал торговлю. В помощь ему ваше свидетельство. Когда мы спрашивали ваш адрес у местных баптистов, то они сразу не хотели отдать его, отговариваясь, что ваше свидетельство дескать, дескать только для их братства. С этим мы не согласны. Наши православные полюбили вас и слушают со слезами, молясь о вас. Да доведет вас и нас Господь Христос до желаемой пристани, до царствия своего. Храни вас Бог. Писал вам это по поручению церкви и лично от себя Игнатий Лапкин, 1939 года рождения, бывший узник за слово Божие, освобожден в 1987 году, реабилитирован в 1992 году. Меня 26 лет мучила, преследовала советская психиатрия. Посылаем вам наш сайт в интернете. Там есть 8 моих книг, вышедшие в печать в 2002 году. Одна книга, для слова Божия, нет уз, 640 страниц, автобиографично. Четыре книги открытым оком, по 752 страницы, каждая. В них 1400 вопросов и ответов. Эти вопросы мне задавали в университетах, где вел занятия, в школах, в тюрьмах, в Америке, на радио, где мне пришлось вести три христианских программы. Пожалуйста, ответьте нам своей рукой и пришлите свою фотографию по адресу Россия, 65616 Барнаул. Новый вопрос. Вопрос 1459, том 5, открытым оком. «Вас почти всегда клеймили прозвищем Баптист, а вам это как будто и не обидно. Но они же юридики, и молиться с ними никак нельзя вместе. Да и слушать их нам, православным, не стоит, чтобы не совратиться в эту секту. Нужно слушать ваших батюшек, а не сектантов, и тем более зарубежных». Ответ. Если не ошибаюсь, то была статья у Мейендорфа или у Шмемана. «Протестантизм православии или православие в протестантизме». Дело не только в переводе слов, в их истинном значении, но и в употреблении на практике. Православный, подавляющим в абсолютном большинстве, вообще не знает ничего о настоящем православии, и свое обрядоверие, насаждаемое обрядоверцем, священником, признают за спасительное верование. Много раз уже повторял, что Феофан Затворник прав, когда говорит, что благодать имеет три свойства. Благодать призывающая, благодать обращающая и благодать освящающая. У протестантов есть благодать первых двух видов, потому что там есть живая, по слову Божию, проповедь, и потому там люди каются, приходят ко Христу. Но они застывают на первой ступеньке, потому что там нет законного рукоположения. Там не церковь, а самоизмышленное ответвление по образу Дафана, Аверона и Корея. Книга чисел 16 глава. У православных же нет проповеди, потому и нет живой встречи со Христом, а все только на механических действиях держится, на суевериях и обрядоверии. Им не хватает живой проповеди по слову Божию, чтобы была благодать, призывающая через проповедь о Христе, о рождении свыше. Чтобы могли они по-настоящему обратиться к Богу и войти в церковь через личное принятие Христа верой. Вот в этом плане и нужно понимать название вышеуказанной книги. Православие протестантизм, протестантизм православие. Взять друг у друга то, чего им не хватает, и поэтому прозвище меня баптистом, протестантом, имеет очень большое подтверждение в моей деятельности. Деятельности. Недавно получил письмо от Ярла Николаевича Пести и его проповедь, созвучную названию посланной ему моей книги. Если после прочтения его проповедей вы останетесь при своем мнении, что у сектантов все плохо, то значит мой путь с вашим вовсе не схож. Отправлено 14 февраля 2003 год. Все, понятно, дальше. Так, дорогой Господи, брат Игнатий Тихонович. Это Ярл Пести мне пишет. Приветствую вас с именем Господа нашего Иисуса Христа. Примите большую благодарность за книгу для Слова Божия Нет Уз. Как хорошо это звучит. Мне очень понравилось такое название книги. На этот текст я не раз проповедовал. Очень был тронут вашими теплыми словами о нашем радиослужении. Мы всегда старались придерживаться простоты евангельского слова. Насколько чужд дух сектанства, который разделяет детей Божьих, вместо того, чтобы объединить их вокруг Христа. Мы начали с большим интересом читать вашу книгу и верим, что она вдохновит многих на жертвенное служение Господу. Да поможет вам Господь в вашем благословенном служении в силе Духа Святого, чтобы еще многие блуждающие души нашли верный путь спасения. Буду вам очень благодарен за ваши молитвы о нашем дальнейшем служении и о моем здоровье. В настоящее время ответственность руководства миссии РХР возложена на моего сына Роберта. Сейчас он учит русский язык, а пока он проповедует с переводом здесь, среди русской эмиграции, и был уже пару раз в России. В марте он снова едет туда. Я очень хотел бы, чтобы он когда-нибудь посетил вас. Молитесь об этом, чтобы Господь сам устроил такую встречу. Так сожалею, что я сам не смог встретиться с вами. Мое здоровье сейчас не позволяет мне путешествовать. Однако, благодарение Богу, что у нас есть уверенность встретиться у ног Христа. У меня к вам большая просьба, Игнатий Тихонович. У вас, наверное, имеются ваши проповеди и записи. И если так, то не откажите в любезности передать нам пару кассет. Очень хотелось бы вас послушать. Передайте сердечный привет вашей супруге Надежде от нас. Да благословит вас Господь. Прилагаю вам пару проповедей. Ваш друг и брат неизменной любви Христовый Ярин Николаевич Пести. 13 марта 2003 года. Мы с большим интересом и благословением читаем вашу книгу «Для слова Божия нет уз». Передайте, пожалуйста, Игнатию Тихоновичу, что читая эту книгу, я особенно был тронут его обращением и его бескомпромиссным свидетельством о Христе во всех условиях жизни. Ярин Николаевич Пести. То есть он переслал на кому-то этот адрес, наверное, чтобы от меня, наверное, долго не было письма, чтобы передали. Еще. Вопрос 1588. Том, шестой открытым оком. Лауреаты Нобелевской премии по литературе много ли рассказали истинного и можно ли ссылаться на их мысли при разговоре с неверующими, когда доказывают что-то о спасении? Ответ. Премия Нобеля, изобретателя и путешественника, оставившего средства для поощрения самых выдающихся людей, вся пропитана кровью. Альфред Берхнхарт Нобель, 1833-1896, учредитель Нобелевских премий. В 1867 году изобрел динамит. В 1888 году баллистит. Организатор и совладелец многих предприятий по производству взрывчатых веществ. Нобелевские премии, международные премии, названные по имени их учредителя, шведского инженера-химика Нобеля. Присуждается ежегодно с 1901 года. За выдающиеся работы в области физики, химии, медицины и физиологии, экономики с 1969 года. За литературные произведения, за деятельность по укреплению мира. Присуждение Нобелевских премий поручено Королевской Академии Наук в Стокгольме по физике, химии, экономике, Королевскому Медико-Хирургическому Институту в Стокгольме по физиологии и медицине и Шведской Академии в Стокгольме по литературе. В Норвегии Нобелевский комитет парламента присуждает Нобелевские премии мира. Нобелевские премии не присуждаются посмертно. Вот еще что интересно, а то героя посмертно. Это самая престижная и самая вероятно денежная премия. Есть и дважды лауреаты этой премии, как Мария Курикс-Кладовская, 1903-1911 года. И за что же она удостоилась осей награды? Чем она облагодатствовала мир? Оказывается, все связано с радием, с расщеплением ядра. Это затем и Хиросима с Нагасакой. Чернобыль. Это и Третья мировая война. Это все оттуда пошло. Тогда же никто и не подумал, за что дают премию. Кровь и море крови было на той премии. И так почти во всем, ибо учредил эту премию изобретатель взрыва. Что касаемо литературы, то всех лауреатов не стоит перечислять. Они у нас почти неизвестны и не переведены на русский язык. Но те, что нам известны, ничего не говорят о спасении души. Мне вопросы задали. Что лауреаты говорят, можно применять? Я поясняю. А многие даже и не христиане. Тем более не евангельские. Вот только некоторые из них с 1901 по 2001 год. Около 597 лауреатов в этой премии. Было. Тринадцатый год. Тагор, Индия. Тагор, Индия. Тагор. Ромен Транат Тагор. Пятнадцатый год. Ролан. Ромен Ролан. Франция. Тридцатый. Льюэс. США. Тридцат третий год. Бунин. Россия. Сороксведьмой год. Жид. Франция. Сорокдевятый год. Фолкнер. США. Пятдесятый год. Это Берн Рассо. Великобритания. Он интересно написал премию, когда присудили ему Нобелевск. Он говорит, коммунизм при помощи справедливых, на первый взгляд, идей умеет ловко прикрывать свои сатанинские намерения. Дословно запомнилось. Фолкнер. Это Фолкнер сказал? Да. Уильям Фолкнер. Значит, Вильстон Черчилль, пятьдесят третий год. Бертран Рассел. Бертран Рассел, Великобритания. Уильям Черчилль. Уильям Черчилль, Англия, пятьдесят восьмой. Борис Пастернак, шестьдесят четвертый. Сартер, Франция. Шестьдесят пятый. Шолохов, СССР. Семидесятый. Александр Исаевич Солженицын, СССР. Семидесят первый. Неруда. Восьмидесят второй. Горисия Маркес Габриэль. Колумбия. Одно тысяча девятьсот восемьдесят седьмой. Бродский. Иосиф. Уже в США жил. Премию за мир получили в девяностом году Горбачев. И в один тысяча девятьсот девяносто четвертом году Рабин Израиль. Сегодня мало кто знает, что лауреатами Нобелевской премии были. Девятьсот четвертый год. Павлов. Иван Петрович. Пятый. Семькиевич. Знаешь, что автор Кама Гридеша. Да. Шестой год. Теодор Рузвельт, США. Седьмой год. Киплинг. В общем, Великобритания. Восьмой год. Мечников. Восьмой год. Марк Кони. Изобретатель беспроводного передатчика. Италия. Двадцать первый год. Эйнштейн. Волочный. Альберт. Германия. Семь четвертый год. Мать Тереза. Индия. Нас интересует только литературу. К Богу ни один автор не зовет. Самым значительным, на мой взгляд, из них является Солженицын Александр Исаевич. Такой человек, как Ярин Николаевич Пести, вполне заслуживает премию мира за призыв к примирению со Христом. Но хозяева этой кухни, масоны, вряд ли и посмотрят на в его сторону. Думающие улучшить пророду людей, давно уже советуют сделать банк спермы от лауреатов этой престижной премии. Что же касается пользы от написанного ими, то один стих Евангелия превышает всю их писанину на готовную словесную эквилибристику всех этих виртуозов, фокусников изящной литературы. Иоанн Златоуст, все это искусство, умение хорошо говорить, считает с самым ничтожным даром в церкви. Нам нужна святая и истинная мысль, исправляющая человека, пусть и грубо сказанная, но по делу. Матфея 12.34 Вот один вопрос о лауреатах. Сколько ответов? Посчитай. Сколько словесной шелухи у этих лауреатов, что ветер выметает их труды уже при их жизни. От них никому нет пользы для вечности. Цель книги должна быть выставлена в предисловии. Для чего она появилась? Какое у нее назначение? И как этого добиться? Вот образец сказанному. Иоанна 20.31 Сие же написано, дабы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Иисус, Сын Сирахов, сам определил это так. Сирахов 1.3 Чтобы любители учения вникали и в эту книгу, и еще более преуспевали в жизни по закону. Итак, прошу вас, читайте эту книгу благосклонно и внимательно, и имейте снисхождение к тому, что в некоторых местах мы, может быть, погрешили, трудясь. Вот. Перевод сделали так. А мирские писатели, даже такие, как Достоевский и Гоголь, не говоря о ветреннике Пушкине и об озлобленном Лермонтове, сколько списали с грязи этой жизни, не делая выводов, не призывая ко Христу, а просто кружили на одном месте, как Диккенс, Чарльз, хитрили, хитрили, вертели, развращали, как Мопассан и Мильзоля, на боков. Серахов 20.22 Есть хитрость изысканная, но она без закона. Этих безбожных лауреата прославляет, а о них можно сказать, премудрость 15.10. Сердце его пепел, и надежда его ничтожнее земли, и жизнь его презрение грязи. Жизнь презрения грязи. Сегодня даже так и не скажешь. О заслуженных по развращению душ людей, о тех, кто сам служит дьяволу и туда же ведет читательство и говорится. Псалом 61.10. Сыны человеческие только суета. Сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Посмотрите на них, на их лица. Как на Набокова. Исайя 3.9. Выражение лиц их свидетельствует против них. И о грехе своем они рассказывают открыто, как садомляне. Не скрывает горе души их, ибо сами на себя нас навлекают зло. Сырахов 20.26. По виду узнается человек, и по выражению лица при встрече познается разумный. Сырахов 38.21. Выражение сердечного изменения лицо. Четыре состояния выражаются на нем. Добро и зло. Жизнь и смерть. А господствует всегда язык. Эти лауреаты по литературе более искусны в изображении самого негодного. Примудрая Соломона 13.11. Вырубив годное дерево, искусно снял с него всю кору и, обделав красиво, устроил из него сосуд. Они же этим и живут. Это их заработок. Если бы им не платили, как кривлякам, паяцам. То они передохли бы с голоду, и их, кавычках, искусство прекратилось бы, говорит златоуст об артистах. Примудрая Соломона 14.2. Ибо стремление к приобретениям выдумала он и, а художник искусно устроил. Конечно, можно и в этом помойном ведре, в мусторном ящике, найти крупицы полезного. Иеремия 15.19. На сие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять перед лицом моим, и если извлечешь драгоценно изничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Просто ссылаться для убеждения собеседника можно, но нужно хорошо понимать, что это только для подтверждения, написанного в Библии. Нужно людей звать вернуться на родину, то есть ко Христу, в отчий дом. Вот как можно воспользоваться стихотворениями величайшего словоблуда писателя Кентавра Набокова. Странствуя ночу я у чужих, я гляжу на спутников моих. Я ловлю их говор тусклый, роковых я требую примет. Кто увидит родину, кто нет, кто уснет в земле нерусской. Если б знать, ведь странникам даны только сны о родине, а сны ничего не переменят. Что таить, случается и мне видеть сны, счастливые во сне. Я со станции в именье еду, не могу сидеть, стою. В тарантасе тряском узнаю все толчки весенних рытвен. Еду с непокрытой головою, белый, что платок твой из душой, слишком полный для молитвы. Господи, я требую примет. Кто увидит родину, кто нет, кто уснет в земле нерусской. Если б знать, за годом валит год. Даже тем, кто верует и ждет, даже мне бывает грустно. Только сон утешит иногда. Не на области и города, не на области и села. 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 И села. Вся Россия делится на сны, что несметным странникам даны на чужбине ночью долго. На чужбине. На чужбине. Ночью долгое. Ночью долгое. Читайте Библию, закон Божий. Там обещана премия и читающему, исполняющему жизнь вечная. Псалом 118, 103. Как сладки гортани мои слова твои, лучше меда устам моим. Иоанна 13, 17. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Иаков 1, 25. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет своим действием. Пошел, нет? Откровение 10. 50 минут. Еще? 50. 50 минут. Ибо время близко. 10. Начинаю. Вопрос 2910, том 15, открытым оком. Златоуст прекрасно знал Священное Писание. В каждой его проповеди десятки мест из Библии. Он часто говорил о проповеди. Сказал ли он где, что монашество уклонилось от прямого повеления Господа идти по всему миру и проповедовать Евангелие? Если не сказал, то почему не говорил? Почему сам погряз в монашестве? Ведь он так знал Писание. Был такой умница. Ответ. Есть необъяснимое свойство выборочно принимать что-то из Библии, а другое, тут же стоящее, в том же стихе, вообще не видеть. Объяснение нахожу только в изначальной закладке в душу. Было ли духовное обращение, как было у апостола Павла? Кто читал послание Игнатия Богоносца, не говорю уже об Игнатии Брянчанинове, но столько же они наложили о власти епископов, о монашестве, что ни на единую строчку не набрали бы в Святом Писании. Как лютер мог не видеть, что без рукоположенного епископа его шанс на спасение может быть равным нулю? И как такие сильнейшие проповедники, как Сперджин, Каргель, Параханов, Павел Рогозин, Ярл Пести, не видели того же самого, что вне церкви, нет спасения? А вот эти вопросы понимал Златоуст отлично. Я не говорю о староверах, которые Библию в руках не держали, но именно о выборочном принятии Библии, и именно теми, кто любит Библию, жаждет послужить Христу, полагать жизнь за слова Спасителя. Иван Златоуст нигде и ни слова не говорит о против монашества, но всячески его прославляет. А другого монашества не было, как уходящего от мира, сидящего в молитвенном созерцании, мало вкушающего, мало спящего и много поющего гимны Богу. Эту сторону и рассматривает Златоуст, совершенно не говоря об убийственном вреде, зле, какое нанесло монашество всему христианству в пренебрежении словами Христа проповедовать мир и благую весть. Думаю, что в этом вопросе я бы восстал на Златоуста, а он бы огрел меня, как некогда он отпарировал Епифанию Кипрскому. 2 Коринфянам 11.4 Ибо если бы кто придя начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, и если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы бы были очень снисходительны к тому. Матфея 25.27 «Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Стих «Всех душ и всякой плоти Созидатель, многоусердный в милости своей, дай верить ко мне, как верил Моисей, пророк твоей достойной благодати. Дай завершить мне книгу песнопений, достойную твоих благословений». «Я сейчас буду показывать, откуда каждый путь прочитает. Ты уставший, видно, тоже не очень идет. Вот. Кому надо, тормозните из-за этого. Остановить можно, а потом просчитать. У нас-то времени это нет. Дальше. Вопрос. 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 «У нас есть молитвословы и еще акафисты и каноны, которые нам рекомендовано читать. А как же обходятся без них сектанты? И сколько времени они проводят на домашней молитве? Их понятие домашней молитвы сходится ли со святыми отцами, проводившими в молитве очень много времени?» Ответ. «Нам заповедано иметь близкое общение с Богом, а это достижимо в первую очередь через молитвенное обращение к владыке. Потом придумали молиться к Божьей Матери, к небесным силам и к праведникам отшедшим». Евреям 12.22 «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судей всех к Богу, и к духам праведникам, достигших совершенства». Православные, читая жития святых, знают, что подвижники многого достигали в молитве. У сектанта, практически у всех, здесь дело обстоит иначе. Они своими словами выражают свои желания, и это тоже не противоречит замыслу Иеговы видеть перед собой своих учеников. Филиппийцам 4.6 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Но своими условами молиться, не совершая поклонов и не читая заранее составленные псалмы Давида, сильно-то не разгонишься. Минута-другая и аминь на подходе. И такое положение даже оправдывается. Так, в журнале «Вера и жизнь», номер 6, 2005 год, страница 11-12, опубликованное интервью с Макком Лукадо, писателем, пастором в Сан-Франциско, Техас. Не думали, что он приедет сюда. На фото стоит сытый, бритый, по-американски, с широкой улыбкой, явно не пленен, но не пленный в Ираке. И на вопрос, что делать, если у кого-то возникают проблемы с молитвой, отвечает. Я бы сказал, не будь слишком требовательным к себе. Я думаю, что иногда дисциплину, необходимую в христианской жизни, мы очень быстро преобразовываем в жесткую правовую систему, которая нас угнетает, вместо того, чтобы помочь. Итак, не судим себя слишком строго. Все мы могли бы молиться больше, и все мы молимся больше, чем нам кажется. С Божьей перспективой молитвы – это не только беседа между Отцом и человеком, но вообще наша жизнь в присутствии Бога. Когда мать обнимает ребенка, то это молитва благодарности. Если отец гневается на ребенка, то это молитва за ребенка. Поэтому, если твоя молитвенная жизнь медленно развивается, не унывай, это со временем изменится. Чтобы иметь представление, что же это за человек, даю небольшие выдержки из предыдущих его ответов, где он себя чуть-чуть показывает. Кавычки открыты. Я не уважал ни властей, ни женщин. Что можно сделать, чтобы помочь им расслабиться, слушателям? Мне бы хотелось стать известным как пастор, который любил свою церковь, ободрял людей и очень заботился о своей семье. В моей жизни преобладало бахвальство, ломбард, наркотики, татуировка и так далее. Эта жизнь является лишь разминкой для будущей жизни. Удовлетворять нужды людей, делать их довольными, создает не репутацию. Сравните с тем, что говорит Священное Писание о молитве. Лука 6, 12. В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. 2 Коринфянам 11, 27. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Ефесянам 6, 18. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых. Деяние 2, 42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Деяние 6, 4. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Римлянам 12, 12. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы. В молитве и постоянны. Ефесянам 6, 18. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых. Холоссянам 4, 2. Будьте постоянны в молитве. Бодрствуй с ней с благодарением. Встречаясь с сектантами, сразу же чувствуешь, что настоящей молитвы они не знают. У них страшно поверхностно все. Дико легкомысленное отношение к Слову Божию и к Богу. По небратской, доходящей до безобразного хуления. Молодежь в возрасте на третий десяток лет идет и далее. Постоянно смеется. Включает недуховную музыку. Слово Божие совершенно и намертво не знают. И даже своих проповедников, как Ярлопейстя, никогда не слышали и не знают их. Они совсем ничего не читают. Обходятся одним телевизором и мобильным телефоном. Сегодняшняя баптистская и иная молодежь не похожа на ту, которой была в мою юность. Там бежали на изучение Слова Божия. Были составлены молитвенные группы, чтобы была неусыпающая молитва круглосуточно. Ничего этого сегодняшние не знают. Они просто родились в сектантских семьях и, как наши православные, только носят название христиан. Тут они нас давно перещеголяли. Дух мира обуял и пропитал их насквозь. Колоссянам 2.8 Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Глава 3. Ну, это вот я проведу сейчас, увидите, это Григория Нарекотси, стихотворение о подражании Богу. Я останял, и вы тоже там тормозните и можете прочитать. Мне сильно нравятся хорошие стихи. Григория Нарекотси. Так, у нас заголовок тут. А ярло пести как раз разговор. Но некоторые не слышали. Я могу хотя бы немножко дать послушать. Вот. Давай-ка. Выключи. Побольше. Что-то не трудно. Это вечер. Вечером так оно и идет. Плоховато. Еще. Не ожидал. Подвело на меня это радио. Ну вот, Бог слышит молитву. Я другое сейчас заряжу. В книге «Деяния» описаны два невероятных случая, когда поколебались здания. Это вы найдете в 4 главе и в 16. Чтобы было ясно, о каких колебаниях идет речь, то лучше всего прочесть эти два места. В 31 стихе 4 главы сказано «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны». А в 16 главе этой же книги «Деяния» в 26 стихе сказано следующее. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Другую трупу я включаю. В чем заключается счастье в этой жизни? И вообще, возможно ли оно? Что нам нужно, чтобы его достичь? Во всех странах мира люди мучаются одними и теми же вопросами. В основу нашей сегодняшней беседы мы возьмем один коротенький стишок, состоящий всего лишь из трех слов. Но тема этого стиха огромная и весьма серьезная. Я молю Господа, чтобы Он нас так вразумил, чтобы мы правильно Его поняли. Я имею в виду 19 стих 5 главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. И гласит он так. «Духа не угошайте». Не раз наши слушатели просили нас объяснить, что значит грех против Духа Святого. Сколько есть искренних детей Божьих, которые этот вопрос о грехе против Духа Святого сильно волнует. Многие из них приходили в отчаяние, думая, что они виновны в этом грехе. То есть хула против Духа Святого, которому Христос говорит, не будет прощения вовек, но что согрешивший так подлежит вечному осуждению. «Похоже, что я это говорил более поздний период. Ну, я не знаю, я так просто сходу брал тут. Какие-то новые проповеди, какие по счету были. Я не знаю, вот еще, еще, может быть, одну-другую скажу. Так, так, еще, больше нету. Притча о закваске, ну-ка». В 13 главе Евангелия от Матфея, в 33 стихе, записана одна короткая, но очень важная притча Христова. Послушайте, я прочитаю ее. «Царство небесное, подобно закваске, которой женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Перед нами притча, вызвавшая немало споров о том, что именно хотел сказать через нее Иисус Христос. Это одна из тех притч, которой Господь не дал никакого пояснения. Однако, в данном случае, современники Христа, его слушатели, то есть, не нуждались в пояснении. Почему? Потому что это были иудеи, которые хорошо знали Ветхий Завет и были знакомы с еврейскими символами. Учитывая это, мы поступим правильно, если станем искать значение этой притчи, или, вернее, значение упомянутых в ней предметов не в комментариях тех или иных толкователей Библии, а в самом источнике, в Священном Писании. Но вы спросите, почему так много споров о значении этой притчи? Мне кажется, что основная причина неправильного толкования Священного Писания в целом и этой притчи в частности заключается в том, что люди толкуют Библию под влиянием личных предрассудков.